Новое видео выходит каждый день в 20.00 Вот знаете, перед началом данного видеоролика я обязан, я прям вот должен сделать небольшой речевой дисклеймер, дабы вы максимально понимали то вообще, как бы, о чём я тут говорю, о чём тут речь, потому что многие люди могут неправильно понять, неправильно интерпретировать мои слова, которые я тут говорю, и, в принципе, да, и, в принципе, блядь, могут подумать, что я вообще какой-то долбоёб, что я ёбнулся, блядь, какие сервера, какие проекты будут закрываться, я чё, блядь, вообще какой-то ебанутый долбоёб, но на самом деле нет, тут я просто говорю, исходя из каких-то событий, исходя из каких-то там, я не знаю, ещё сообщений создателей, там, руководителей, либо просто там из-за какого-то неправильного подхода к рекламной кампании и всего-всего прочего, То есть, какие сервера в скором времени могут нас покинуть. Ну, и в скором времени, возможно, там лет через 5, через 10, через 20. Возможно, я вообще ничего не угадаю, и эти сервера будут жить еще очень и очень долго. Однако, давайте уже приступим. Поэтому вот давайте как-то, я не знаю, сразу обозначим рамки. В данном топе высказывается мое личное мнение, и я ничего не утверждаю. Также топ построен от проектов, которые, ну, мало вероятно, что закроются, и до проектов, у которых такая вероятность, ну, достаточно сильно велика, тем более в последнее время. И давайте уже перейдем к нашему пятому месту, к проекту, который, ну, мало вероятно, что закроется. И это Diamond Roleplay. Все было бы ничего, если бы не действие, вот последние действия руководящих должностей. То есть, они закрыли 3 сервера и открыли новый. Угу, интересно, для чего же это может делаться, ну, в самом деле? Ведь зачем закрывать 3 убыточных сервера и открывать еще один, когда на других серверах онлайн не заполнен, не зафулен, да и многое другое? Почему все происходит именно так? Ну, как-то это особо непонятно, кроме того, что они хотят, знаете ли, напоследок нафармить максимальное количество денег, и, допустим, там продать кому-нибудь Diamond Roleplay, или вообще в целом уйти со спокойной душой, или сделать что-то наподобие того. Также я не видел каких-то пиар-менеджеров Diamond, кроме того случая с Брайаном Фьюри, с Фурой, как он себя сам называет, как его называют его друзья там, или не друзья, приятель, ну, вы знаете. После вот той ситуации с пиар-менеджером Diamond Roleplay и Брайаном Фьюри, я как-то больше пиар-менеджера и не видел у Diamond Roleplay. Обычно же оно как делается? У любого уважающего себя проекта в группе его сервера, как бы в блоке контактов указан пиар-менеджер. У Diamond даже такого, как бы указания, таких вот всяких менеджеров и всего прочего нет. Я даже сейчас вот проверю, есть ли что-то подобное вообще у Diamond. Как вообще? Почему? То есть в группе их проекта 120 тысяч подписчиков, блять, просмотров, хотел сказать. И то есть тут у нас всего 4 контакта. Это создатель, исполнительный директор, куратор проекта и системный администратор. При этом пиар-менеджера нет. Если, мало ли, вдруг какой-нибудь ютубер захочет сотрудничать с Diamond, куда, кому и для чего ему писать, ну, мне это абсолютно непонятно. Ну ладно, давайте перейдем к четвертому месту в нашем дорогом топе. Gambit Roleplay. И, ну, вы знаете, типа, Gambit Roleplay, он уже закрывался. И, типа, ну, я бы вообще не доверял Gambit после всего этого. Сейчас вот, там, знаете ли, какой сегодня, блять, день недели, сегодня, блять, суббота. И даже вот в субботу, в 3 часа дня на Gambit Roleplay играют 400 человек. Как для Full Roleplay проекта, на котором еще есть UCP и все прочее, там, или UCP, блять, я не знаю, как это все называется. Для него это, ну, как-то, ну, даже вот неплохо. Но, тем не менее, зная, что Gambit до этого уже закрывался, зная, что на Gambit не особо большой, как бы, многообразие донатных услуг, то мне как-то, ну, слабо верится в то, что проект будет, ну, как-то активно существовать и активно взаимодействовать с людьми. Потому что и жанр Full Roleplay умирает, ну, как говорил Фрайде, он не умирает, просто те, кто играют, они, типа, играют, а те, кто не хотят играть, они не играют. Но количество человек, которые в 2019 году хотят в GTA Sampe отыгрывать Roleplay, оно, как бы, падает. То есть, если посмотреть на тот же 2015 или 2016 год, когда Данил Геррера, вот, прям, вот, знаете, так активно топил за Gambit Roleplay, и ставил его всем в пример, а сейчас, в принципе, он ставит Аризону всем в пример. Ну, как-то это странно, подозрительно, и лично для меня это всё, ну, непонятно. Однако, всё равно, как бы, ничего предвещать не могу, просто, мне кажется, что Gambit так или иначе в скором каком-нибудь времени закроется. Ну, моё личное мнение. Advance Roleplay. Advance Roleplay, у него, вы знаете, блять, много разнообразных грехов. Было немало роликов от меня, был даже ролик от Андрюхи Киевского, сука, который вообще не причастен никак к Advance, но при этом он всё равно высказался на тему грехов Advance Roleplay от Ангела Касада, миллиарды видеороликов от других людей тоже есть ролики. Даже ютуберы, которые снимают на Advance Roleplay, они всё равно обкладывают этот проект, сука, говном, потому что он реально говно. И если когда-то там в каком-то бородатом, не знаю, 2015, 2014, 2016 году Advance был ещё более-менее, ну, как-то конкретно способен, то сейчас это просто какой-то полнейший ад. Блять, его ебут уже просто все, то есть даже Diamond, который взял мод за основу Advance, он уже, блять, выебал Advance. То есть, ну, мне абсолютно непонятно, блять, вообще, как Advance собирается дальше сосуществовать, потому что их пиар-менеджер, это, блять, отвратительнейший, ужаснейший человек. Мне, блять, непонятно, он, блять, ну, я не знаю, я вот просто не знаю. То есть, даже вот, если смотреть на ту ситуацию с Хартоном, я сейчас не буду утверждать, крутит он просмотры, не крутит он просмотры. Если он крутит просмотры, то он явно это делает более беспалевно, чем это делает какой-нибудь Трипион Варда, или там, блять, какие-нибудь прихвостники Трипион Варда, как Джейсон Марс, там, или наподобие того. Просто он это делает намного как-то беспалевнее, что ли, или вроде того. И, типа, даже вот, сука, ладно, подозрительные просмотры, но, блять, промокоды, ну, даже не промокоды, но рефералы, блять, приходят на проект от Хартона, играют на этом самом проекте, блять, и, ну, вот, вся вот эта вот хуйня как-то вот так вот происходит, серьёзно, блять. То есть, вы, блять, об этом серьёзно говорите, ну, блять, на полном серьёзе. И, то есть, вот он просто, блять, выгоняет, он буквально выживает с адванса каких-то более-менее адекватных ютуберов, там, допустим, Фейзер снимал, вот тот же Хартон, блять, Барон Гейм Коронос, пиздец, блять, за что Барон и Гейм Коронос выгнали с адванса ролеплея, мне непонятно. И вот вся вот эта вот совокупность, блять, вот эти вот какие-то хуй пойми какие обновления, блять, хуй пойми какие ютуберы, блять, наихуёвейший пиар-менеджер, блять, всё это в совокупности даёт то, что адванс при ещё каких-нибудь малейших ошибках может просто пойти по пизде. Ютуберы просто из-за того, что им не будут плодить, они уйдут на более платёжеспособные сервера, на более конкурентоспособные сервера, и адванс ролеплей в той или иной степени загнётся и перестанет существовать. Ринга и вся вот эта вот верхушка адванс ролеплея сейчас добивается именно этого. Про адванс ещё можно сказать много всего, но я не буду ничего подобного, блять, делать, потому что, ну это реально полнейшее, сука, говно, и, блять, про адванс уже говорено, переговорено очень много. Лучше уже просто, блять, не трогать этого мертвеца, этого деда, чтобы он скоропостижно в скором времени умер, скончался, и больше мы его никогда не видели, потому что адванс ролеплей это в самом деле такой дед, который уже, блять, всех заебал, блять, но он никак не сдохнет, сука, ну вот серьёзно, это вот, блять, адванс ролеплей. И мне очень жалко, очень обидно, что вот происходит оно всё вот именно так. Гранд Ролеплей. Ох, Гранд Ролеплей, Гранд Ролеплей, сколько же ошибок они наделали. Тут и накрутка ботов, и неудачная рекламная кампания, состоящая из закупки преролов, и многое-многое другое, что вот сопутствует Гранд Ролеплей. Но в последнее время Гранд Ролеплей допустили одну такую большую ошибку. Они сделали Брулёва амбассадором нового сервера, при том, что другие сервера ещё полностью не были зафулины. И вот сейчас, вот я даже посмотрю, сейчас время 3 часа 47 минут, суббота, блять, 3 августа. Давайте же зайдём на Гранд Ролеплей, на этот самый сайт, вот давайте же зайдём и посмотрим, сколько сейчас онлайн на вот этих вот всех серверах. Так, Марс 253, Сатурн 290, Юпитер 245, сервер амбассадора Брулёва. А если убрать накрутки с Марса и Сатурна, то, ну, будет, блять, там на каком-нибудь Марсе 100 человек, на Сатурне там, ну, где-нибудь, там, я не знаю, 120-130 человек, а на Юпитере, ну, как-то я даже не знаю. И можете даже не пробовать, вот как-то возражать в комментариях, мол, блять, никакой накрутки нету, ничего такого нету, всё заебись, блять, Гранд Ролеплей живёт, Брулёв вообще красава. Вот только знаете, в чём проблема? Их сервер, их проект перестали дудосить, он активный и уже более-менее хорошо работает, но почему-то онлайн на вот этих вот всех серверах оставляет желать лучшего. Брулёв, пофармив немного денег со всех этих серверов, ну, вернее, со своего одного вот этого вот сервера Юпитер, просто перейдёт на другой проект, и всё. И вот по итогу будет всё. Как бы вариация того, как можно всё это исправить, она достаточно лёгкая. Закрыть два ненужных сервера под названием Сатурн и Юпитер, оставить только Марс, согнать туда Брулёва, там, открутить ботов и пытаться как-то своими силами, закупкой ютуберов, адекватной рекламной кампании, поднять проект. Но, к сожалению, это уже не получится, так как рекламный бюджет по большей части разбазарен на ненужного Брулёва. И, в принципе, кому это уже надо? Деньги с открытия вроде как пофармлены, создатели, разработчики, я думаю, если хотели, то уже купили себе какую-нибудь, я не знаю, там, недвижимость, там, или движимость, по типу машин или ещё чего-то прочего. И, в принципе, да, и с этим проектом мы также в скором времени сможем попрощаться. Если не полностью, то, ну, как минимум, у данного сервера останется один сервер, на котором онлайн будет 50-100 человек в час пик где-нибудь летом. Ну, или вроде того. Потому что, ну, блядь, Гранд Ролли Плей уже никакого доверия со стороны GTA Samp Community нет. Спасибо Брулёву, спасибо адекватной рекламной кампании, спасибо вот этим, вы знаете, тестам, где они унижали Аризону по итогу, сейчас перенимают большинство систем оттуда. Спасибо, спасибо большое, вот в самом деле, блядь, сделали классно, сделали охуительно красавцы, вот прям молодцы. Сделали вот прям вот, ну, как надо. И первое место Samp RP. Вот вы знаете, если бы я не поставил Samp RP на первое место в данном топе, меня бы загнобили буквально все. Однако, что я вам могу сказать? Что я вам могу сказать? Samp RP в последние несколько месяцев, в последние несколько, так сказать, недель, идёт на поправку, на вот прям какое-то повышение онлайна. И если всё продолжится, то, как оно идёт сейчас, то есть будут держать Тарка, будут держать Андрюха Киевского, будут держать Батлколы и прочих ютуберов, будут закупать новых ютуберов, будут регулярно выпускать обновления, и всё будет нормально, там не будут больше открывать каких-то серверов, не будут, в общем, допускать ошибки, которые у них были до этого, то возможно, вполне возможно, что Samp RP выкарабкается. Почему же я поставил Samp RP на первое место в данном топе? Всё дело в том, что какая-нибудь одна малейшая ошибка со стороны Samp RP приведёт их к полнейшему краху, потому что, ну, вы знаете, там останутся только Олд Фаги, но после какого-нибудь, я не знаю, очередного бана, очередного варна и Олд Фаги также уйдут. Поэтому Samp RP сейчас буквально висит на волоске, хоть и онлайн там намного больше, чем на Гранд Ролли Плей, однако Samp RP, он уже, блядь, знаете, не вызывает особого доверия, не только у меня, нет. Мне Samp RP нравится, это проект моего детства, это проект моего Олд Фажества, блядь, моей ностальгии, это охуительный проект, мне до сих пор нравится на нём играть, я на нём стримил за бесплатно, блядь, то есть, вы поняли, на Твиче я за бесплатно стримил на Samp RP, потому что мне нравилось. Сейчас у меня нету времени, и нету, в принципе, никаких идей, сил, каких-то эмоций и прочего, чтобы вот так же, опять-таки, бесплатно на абсолютно такой, знаете, меценантской основе стримить на Samp RP. Но справедливости ради могу сказать, что у Samp RP сейчас намного лучше рекламная политика, намного лучше политика с обновлениями, нежели у Advanced Roller Play или даже у Grand Roller Play. Поставлен Samp RP был на первое место в данном топе только из-за ошибок прошлого. Но вы знаете, понимаете ли, дураки учатся на своих ошибках, а умные люди на чужих. Так вот, я хочу, чтобы Samp RP так или иначе поумнел, а он уже умнеет, и будет учиться на своих ошибках, при том, что он даже получается, что дурак, но так как он начал исправляться, так как он начал активно заниматься сервером, то, в принципе, чтобы было все там у них нормально, чтобы все было у них хорошо. Я общался с пиар-менеджером Samp RP, хороший, приятный, адекватный человек, с которым всегда можно обсудить какие-то вопросы касательно сотрудничества, касательно игры. Захотел там какой-нибудь донат-код, тебе его выдали, захотел еще что-то, тебе вот это вот все выдали. И Samp RP сейчас по отношению к ютуберам, он идеален. Поэтому, если вы какой-нибудь маленький ютубер, который подходит под платный платный или даже, возможно, бесплатный сотрудничество, хоть я и не вижу смысла в бесплатном сотрудничестве абсолютно ни для кого, пусть у вас там, блядь, 10 подписчиков, пусть у вас там, блядь, 10 миллионов подписчиков. Бесплатное сотрудничество, оно так или иначе, в принципе, хуево. Я считаю, что платить должны всем, что труд должен быть. Оплачиваем даже, пусть там, блядь, 10 рублей, 30, 50 рублей за ролик, но чтобы оно было оплачиваемо. А бесплатное сотрудничество, оно, ну, как-то напоминает Какие-нибудь колониальные империи в Англии Начало каких-нибудь там веков Я не знаю, что-то вот наподобить того Однако, что я вам могу сказать Сам ПрП и вот все остальные Хотя нет, все остальные сервера Я не хочу, чтобы с ними было что-то нормально Кроме, наверное, Diamond Roly Play Diamond Roly Play, в принципе, он тоже учится на своих ошибках И он сейчас, по-моему, топ-2 сервер вообще в GTA сам Поэтому Diamond Roly Play это, в принципе, всегда неплохо Это, в принципе, всегда хорошо Однако, ладно Все остальные сервера же мне не особо лицеприятны А вот сам ПрП Сам ПрП, он в самом деле достаточно охуительный Он в самом деле достаточно пиздат Но за счет ошибок прошлого За счет того, что вот, блять, одна малейшая ошибка Вот в этом вот настоящем времени Им просто пизда Поставила их на первое место в моем топе Опять же, хочу сказать, что тут выражается мое субъективное мнение А если вы с ним не согласны, я ебал вашу мать в рот Извиняюсь, как бы, вот Всем спасибо за просмотр данного видеоролика Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok